который мы прошли, я был обычным студентом. Хотя меня украинская КГБ и привлекала за антисоветскую деятельность, но я не был великим диссидентом. Тут есть на сцене великий диссидент Степан Хмара. Тут есть другие лидеры, которые реально были лидерами тогда украинского национального руху. Но вы помните, с чего началась украинская независимость? Она началась с революции на граните. И с лидером революции на граните тогда и человеком, которым я тогда восторгался и считал его, что он реально большой лидер и хороший порядочный человек, это Олес Дуни. И мы сейчас, и за эти десятилетия, много людей продалось, много скурвилось, много попало на должности разные и сразу забыли, зачем вообще их туда привели и сразу повернули спиной к народу. Олес один из немногих, кто не продался. Олес один из немногих, кто не опустил руки. Олес один из немногих, который всегда остался на стороне народа Украины. Я хочу сказать, мы сейчас шли, я ему спросил, сколько десятилетий мы ходим по Крещатику? Сколько десятилетий у нас одни и те же лозунги? Не настало ли время, наконец-то нормально зажить? Наконец-то жить в достойной стране, где людям не придется выходить на улицу каждый раз, когда очередной президент окажется вором или преступником? Но, Олес с нами, я не хочу затягивать, я хочу передать его слово, Олес Доні. Слава Украине! Дякую, Михайло, за теплі слова. И дякую всем вам, друзья, за то, что вы в цю холодную днину пришли сюда. Пришли в черговый раз боротись. Друзья, а вы чувствуете себя рукою Москвы? Ни? А корисными идиотами, вы чувствуете себя? А вот нас так называют. Нещодавно я был на телеэферии с одним из парахаботов, власне, я их больше называю подбарижниками, но тих, кто подбаригают. И он сказал, что вот мы вси, кто приходит на акции протеста, рука Москвы. Я говорю, уявляйте, Степан Ахмаров, який еще боролся против СРСР и против коммунистов, и боролся за независимость. Сашка Кравчука. А Сашко Кравчук був тут на костюльній, я его бачил, кидался под машину, когда нужно было помочь Михайлу, когда его незаконно пытались затримать. И ему сместили два подзвонки. И он сейчас пройшел весь этот марш с паличкой. Сашко Кравчук, который я вижу на каждой акции протеста. Так я говорю, они рука Москвы. И ответ этот парахаботчик сказал, что нет, они полезные идиоты. От всех нас влада хочет называть идиотами. На жаль, мы так ганьба. А как можно назвать эту владу? У них очень патриотичная фразеология, но мы, Степан Ахмаров, это уже переживали. Когда наши гасла в борьбе за независимость перехопили колишню коммунистичную номенклатуру, почепили саня-жовті пропорции, тризу, начали клястись у своей відданности и независимости и начали грабувати Украину. Так вот интерес Путіна не в том, чтобы расхитить човен. Ні. Интерес Путіна в том, чтобы Украина была бедной и коррумпированной. Тогда он сподівается, что не будет революции в самей России. И этому интересу Путіна допомагает нынешняя влада. И они пришли на наших горбах, на наших плечах. Вот на этом самом майдане мы им допомогли посисти в владние кабинеты, а теперь они используют их с метою материального сбагачения. То как их назвать? Бариги – это за слабо иногда. Это зрада независимости, потому что это в интересах Путіна. И эти люди, на жаль, на жаль, они понимают, что просто так владу не можно отдать, потому что после нее только на нари. И поэтому они готовятся бороться с любыми способами. Что они уже сделали? Первое – монополизировали финансовые потоки. Второе – взяли под контроль основные масс-медии, засоби массовой информации. Второе – через агентуру СБУ намагаются контролювать политические партии и громадские организации, чтобы они не объединились в патриотичную опозицию, чтобы их распорожить. И четверое – что они делают с лидерами, наявными и потенциальными? Когось убили – Сашка Билова и Лесника. Взяли и убили. Когось внесли в черные списки и не допускают до основных телевизионных каналов. Информации не пускают там, где есть сварка. А в основной – не пускают. А когось пытаются дискредитировать, как Михаила Саакашвили. Для того, чтобы у людей не остались надея. Надея и сподевания. Но мы – украинцы. Мы умеем бороться. У нас должна быть надея. И надея должна реализоваться. В чем наша проблема? Наша спальна. А мы готовы на героические причины. Но у нас проблема системной деятельности. Напоминаю, про что уже сказал Степан Хмари неодноразово. Перемогла на Майдане. Что? Сцена Майдана, а не Майдан. Сейчас, какое основное гласло? Импичмент Порошенко. Я сто разів за. Потрібна его в отставку. Я сто разів за. Але чи достатньо цього? Ні. Вже зараз потрібно думати, кого приводити до влади в Украине. Чтобы не было четвертої спроби героизму. И чтобы мы на своих горбах не провели знов крадеев. Яка основная наша проблема была на Майдане? А мы не створили спільної структури, яка би была и против Януковича, и контролювала наступную владу. Нам нужно вчитися на своих помилках. Чему я назвал Мару и Кравчука? Потому что каждый из вас должен в каждом регионе, в областном центре, в районном центре, уже думать, кого висовать в наступных кандидатами в депутаты, в администрации, в полицию, в податковую и так далее. Это должны быть честные, моральные люди. И лидеров нужно и контролировать, и защищать. И нужно это уже делать сейчас, а не потом. Системная деятельность. Митинг добрый, импичмент добрый. Наступно нужно не просто сносить эту владу в демократичный способ, безперечно. А перемогать. А это сейчас принципы, система и кадры. И разом до перемоги! Слава Украине! Друзья, в единстве поколений борцов за свободу и независимостью Украины, продолжающие протести революции на граните, 1-го и 2-го майдану революции гидности, в солидарности с бойцами, а также с поколением дисидентов, борцов за волю и независимостью Украины, Степан Илькович Хмара. Витаем, друзья! Слава Украине! Слава Украине! Дорогие друзья! Мы не просто так выходим. Мы знаем, чему мы выходим. Мы знаем, чему нужно менять владу. Потому что она не честная, не патріотичная и злодейская. Мы знаем, что нужно менять всю владу. Но нужно думать, как правильно выбрать последованные изменения влади. Поэтому для того, чтобы разблокировать нормальный мирный процесс изменения влади, нужно спрямовать главный удар против найбольшой загрозы для Украины. Сегодня найбольшая загроза – это политика Порошенко. Он не выполняет своих обязанных обязанностей, как глава государства и как гарант Конституции, которую он порушивает каждый час и каждый день. Он сегодня является организатором злочинного, мафиозного группирования, которое разграбирует Украину. Поэтому нужно для того, чтобы разблокировать процесс поступовой изменения влади и возможность нормальных, не фальшивых выборов, нужно усунуть Порошенко. Обязательно. И это мы хотим сделать мирно. Добровольно он не пьет. Но если миллионы украинцев скажут ему – нет, иди, он будет иметь, он будет иметь. Знаете, несколько дней тому мне одна журналистка сказала – ну, добре, Порошенко осунути, а до выборов, а до выборов, виконувати обов'язки президента будет парубий. Я говорю, а кто вам это сказал? Виконувати обов'язки будет глава Верховной Ради, которого мы на второй день после осунутия президента переоберем. И когда біля Верховной Ради будут десятки тысяч украинцев, точно мы оберем того, кого нужно головой Верховной Ради, для того, чтобы нормально организовать выборчий процесс на этот переходный период. А далее будет смена Верховной Ради, а далее будет нормальное кадровое решение вопроса, за принципи которого я уже выступаю с начала 90-х годов. Потому что кадровая политика должна быть базироваться на трех принципах, трех П – патриотизм, порядность и профессионализм, а не квотный принцип. И такие люди у нас есть для всех дилянок, для всех дилянок, виконавчої влади на всех ривнях и в всех государственных структурах. Зміни будут в правоохранной системе. Обовязково будут скасованы фальшивые псевдореформи, насамперед судовая реформа, которая абсолютно не прогрессивная, а навпаки регрессивная. И целый ряд других моментов. Но нам нужно наращивать мирный тиск. Нам нужно еще раз больше выходить. Нам нужно выходить и публично висловлювать свою волю, цели спрямованную. А сейчас мы должны вимагать негайно от Верховной Ради принятия закону против часово окупованной территории и признания Россией агрессором. Мы должны вимагать от Верховной Ради внести изменения в державный бюджет, где насамперед мае быть изменение в отношении асигнований на силовые структури и ЗССР. Навпаки, потому что сегодня большая часть выдатков на НГГ, полицию, прокуратуру, службу безопасности и другие силовые структури в несколько раз больше, чем на ЗССР. Мае быть наоборот. В безопасном блоке приоритет финансирования мае быть для тех, кто защищает державу от внешнего врага, а не тех структур, где бандитская влада хочет защищать себя от своего народа. Так не может быть. Мы должны это требовать. И негайно маем требовать изменения Центральной выборной комиссии. Потому что мы не знаем, как скоро наближаться выборы. А эта комиссия нелегитимна, она мае быть изменена. И целый раз других вещей. Но, опять же, нам нужно больше проявлять волю. И, опять же, для того, чтобы нанести удар по мафии, нужно негайно вимагать снижения всех податков, то есть так называемые коммунальные услуги, платы за коммунальные услуги будут втрече. И если их уменьшить втрече, то все равно те, кто надает эти услуги, будут рентабельны. Не переживайте. Но будет меньше надприбутков у Ахметова и у Порошенко, которые тоже сели на эти потоки. И целый ряд других моментов. Это поточные моменты, но очень важные, почему я обновь обновь голосовал на коммунальные услуги. Потому что это дирство, которое уже не дает людям жить. И в кинцевом рахунке это впливает паралитично на нашу экономику, потому что приводится до минимума покупательная способность. Люди не могут покупать, значит, производители не могут вырабатывать. Это очень важно. И я хотел бы, чтобы все это пометали, политики. И народ тоже, чтобы не терпел. Потому что это уже знущение на народу. Эти платежи, они абсолютно ничем не виправданны. Они не имеют вообще любого экономического виправдания. Мы победим, если мы очень захочем. А мы хотим, потому что мы знаем, что мы хотим украинской державы. Мы хотим, чтобы она была защищена из внешнего врага и на внутреннем фронте от внутреннего врага. Это мафия, которую очолюет Порошенко. Мафию геть, свободные выборы и победа украинских патриотов. Слава Украине! Один из лидеров руху новых сил, народный депутат Юрий Деревянко, автор законопроекту про эмбічмент. Дорогие украинцы! Дорогие, сегодня ревно два месяца с того часу, когда мы мирно вошли под Верховную Раду для того, чтобы висунути чуткие три вимоги. Антикорупционный суд, скасование депутатской недоторганности и закон про то, чтобы влада формировалась без коррупции, без олигархов, то есть изменение законопро выборы. Два месяца мирного протеста. Шановные украинцы! Кількость людей, которые сейчас тут десятки раз больше, чем было два месяца назад. Кількость людей больше, больше и больше. Это не больше жах для коррупционеров, для олигархов, для президента и его оточения, который только вы можете себе уявить. Это не больше жах тогда, когда они видят, как украинцы прокидаются, как украинцы все понимают, как украинцы не сдаются. Они решили вести нас шляхом коррупции, шляхом олигархата, шляхом бедности, шляхом залякувания, узурпации и диктатуры. Но украинцы никогда не ставали на колено. Украинцы уже двое доводили, что мы величезная европейская нация. Мы гидны того, чтобы стоять гидно, 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 европейскую, без барих, без коррупции, мать шанс развиваться здесь, не ехать никуда, строить свою страну, на своей родной земле. Сегодня тот час, когда мы на черговом перехрестке, сегодня тот час, когда влада намагается нас дискредитировать, обливать брудом, намагается делать все, чтобы нас не было много на таких великих площах, строить строительные конструкции на Майдане независимости, чтобы мы не могли поставить нормальную сцену, провокировать зиткнение, чтобы сказать, что мы не мирно собираемся, а хотим что-то расширить. Вчинять різные фейковые, фальшировать фейковые криминальные справы против лидеров опозиции, чтобы дискредитировать весь протестный мирный рух. Но мы все это понимаем, у них ничего не выйдет. Украинцы твердо стоят на своем шляху, на шляху тому, чтобы мы мали правила, не просто снесли этих баррих, а мали новые правила, за которыми будь-хто инший, кто потрапит до влады, не сможет ее узурпировать, не сможет выводить диктатуру, не сможет продолжить красить, и не сможет сеть, украинцы. и духу мирным протестом, который набирает силы все разу больше и больше снести цю владу, або они выполняют все требования, або они идут геть. Шановные украинцы, наступный тиждень Верховно Верховно до Нового Родинцы Родинцы мобилизованы, готовы до будь-яких активных действий, потому что наступный тиждень есть шанс проголосовать закон про антикорупционный суд, есть шанс проголосовать закон про импичмент, и это то, что мы требуем. Так? Чи можем мы, разом с другими народными депутатами, которые присутствуют здесь и которые будут присутствовать на Погоджеванной Раде, требуем у пана Парубия, чтобы он поставил эти два вопроса как не вкладанные на порядок дня и наступного тижня? Так? Чи можем мы требуем чтобы эти барыги, клептократы, корупционеры лишились спокою НАБУ и все другие наши независимые антикорупционные органы? Так? Да! Чи можем мы им сказать, что это была воля 10-ти тысячного, 20-ти тысячного, 50-ти тысячного Майдану, который сегодня здесь собрался для того, чтобы честно сказать всем им, что достаточно красный вимагаем выполнять требования людей. Так? Да! Шановные украинцы, мы обезвисково переможем. Мы хотим, чтобы мы не думали, что наши колько перемог, за которые мы все укленно дякуем вам, в том числе звольнение пана Михайла Саакашвили, которого хотели незаконно выкрасти, в том числе перемога в суде, когда Лариса, Лариса Сорган, я, извиняюсь, если перепутал прозвище, Цокол, Цокол, извините, будь ласка, Цокол, пані Лариса Цокол, можливо, вперше за цей період диктатури стала на сторону правды, справедливости и приняла правосудное решение. Сегодня вона уже начала переследоваться Порошенко и его обличниками через Вищу Раду Сьогодні ми маємо також захистити кожного чесного суддю, який сьогодні приймає правомірні решения. Наступного тижня буде апеляційний суд пана Михайла Саакашвілі. Наступного тижня ця банда захоче зробити реванш, натиснувши через апеляційний суд ту тріку, яка буде здальше дійснювати правосуддя. Ми потребуємо всі, ми, весь світ потребує вашої підтримки, шановні українці. Ми маємо захистити чесних людей, ми маємо захистити чесних суддів, ми маємо захистити Україну, і Україна переможе. Слава Україні! Молодець! Друзі, нам закидають, що ми тільки говоримо. Чи готові ви діяти? Так! Друзі, ми маємо дві складові наступних наших планів дій. Я зараз проговорю і запрошу вас до того, що ми будемо робити у вівторок і сьогодні. Після цього виступить дружина добровольця Михайло Саакашвілі і Єгор Соболів скаже, що буде робити рух визволення. Я прошу, щоб сьогодні люди, які тут є, підійшли разом з нами на площу Конституції і ми зробили маленькі символічні барикадки, які ми будемо використовувати вівторок. Чому саме вівторок, друзі? У вівторок ми будемо вимагати від Верховної Ради прийняття закону про імпічмент. Для того, щоб це відбулося, нам потрібна ваша допомога. На жаль, сайт Верховної Ради заблокований по петиціям. Нам необхідно 25 тисяч голосів на сайті Верховної Ради для того, щоб це відбулося з юридичної точки зору. Але ці бариги нам сайт заблокували. Тому я прошу зараз, щоб ми зафільмували і проголосували так, прямо тут, чи підтримуєте ви законопроект про імпічмент. Одноголосно, друзі, слава Україні! Вважайте це нашою електронною петицією. Так, друзі? На підставі цього народного волеївиявлення ми просимо вас, щоб ви делегували нам право, мені, Івану Слободянику, Олі Галабалі, Юрію Дерев'янку, право зустрітися завтра зранку перед погоджувальною ради. Ми зараз звертаємося до голови Верховної Ради Парубія і ми вимагаємо позачергової зустрічі з нами від імені народу. Так, друзі? Так! Друга річ, у вівторок ми збираємося біля входів до комітетів Верховної Ради з цими сумволічними барикадками, з шинами, з активістами о 9-й ранку для того, щоб там влаштувати штаби громадського контролю і штаби громадської відповідальності. Підтримується? Для того, щоб депутати, заходячи, дивились там ввічі, що ми не віртуальний народ, ми їхні люди, які за них голосували, хоча вони зараз не дуже виконують нашу волю, даємо їм останнє китайське попередження, щоб вони проголосували. Закон про імпічмент, антикорсуд, відставка Луценка. Підтримується, друзі? Так! Тому дивіться, після виступу Єгора, частина людей піде за закликом Єгора. Частину я попрошу піти за мною через вулицю Грушевського до площі Конституції, ми там підготуємо все необхідне на вівторок. І у вівторок о 9-й ранку ми збираємося на площі Конституції біля Виховної Ради, далі поділимося на групи і будемо зустрічати наших народних заобранців. Підтримується, друзі? Так! Передаю слово дружині добровольця Олені Виногородській. Дякую! Без пред'явлення каких-либо документів і увезен в Донецьку область Мариуполь. Сейчас всіх наших ветеранів АТО, добровольців і тіх, хто служив в вооруженних силах, вивозят по тюрмах в Донецьку область. Хто служит? Коли наші... Здесь на площади находится очень много ветеранов войны, я не говорю о том, это война. И все они находятся под ударом, потому что приезжают люди, которые проживают на неконтролируемой территории из Донецкой и Луганской области. Они пишут заявление на наших героев, после чего Донецкая полиция вывозит их в Донецкую область и садит в тюрьмы, фальсифицируя дела. Поэтому каждый наш военнослужащий и ветеран находится под ударом этой власти. Это все делается по прямому указанию с Банковой, по прямому указанию Порошенко и Луценко. Банду ГЭТЬ! Банду ГЭТЬ! Банду ГЭТЬ! В этих тюрьмах, в этих камерах должны сидеть не наши мужья, отцы, братья, сыновья, там должна сидеть эта банда. Банду в тюрьмы. И я призываю всех, чьи сыновья, мужья, родные, друзья находятся по тюрьмам, давайте составим списки. Пожалуйста, высылайте данные на сайт Руху Визволення, мы должны знать, кто из наших героев удерживается по фастифицированным обвинениям. Слава Украине! Народный депутат Украины Юрий Левченко, вітаємо, друзья! Слава Украине! Слава нації! Украина! 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 Товаристо, я радий вас всіх тут бачити. Я дуже дякую вам всім, що ви сюди сьогодні прийшли, кияни. Скільки нас тут киян зараз? О, бачите? Сьогодні, як багато Києва. Скільки людей поприїжджали зі всієї України. Тут ми зараз марш і шов, люди віталися, казали, холодний яр, Запоріжжя, Харківщина, Полтавщина. Всюди є люди, приїхали сюди. Я вам всім за це дякую. Тому що у нас з вами є лише один шанс. Або ми їх, або вони нами і далі будуть панувати. Іншого варіанту немає. Як в Свободі всі завжди кажуть, немає нормальних олігархів. Немає нормального олігархату. Не може бути жодних перемовин з олігархатом. Так, товаристо? З олігархату можна говорити тільки про одну річ. Про те, як вони складуть свою безумовну капітуляцію перед українським народом. Так, товаристо? І чим більше нас тут буде, тим швидше цей час прийде. Чим більше нас тут буде, тим швидше вони або втечуть з України, або ми їх з України поженемо. Так, товаристо? Так. Ці закони, безперечно, про які говориться, дуже важливі. Закон про імпічмент. І ми подали свободу і свій, закони Дерівянка, закон правильний. Закон про скасування депутатської недороганності, під яким я збирав ці 150 підписів. Закон про відкриті вибачі списки. Це все дуже правильно. Але коли це все відбудеться, то що має в країні відбутися товариство? В країні має нарешті наступити соціальна і національна справедливість. Щоби не було приватних монополій, які зараз жирують над нами. Оскільки тут зараз киян тисяч? Київенего приватне, ахметівське. Ви знаєте про це, так? Так от, треба не просто ці закони прийняти, не просто Порошенка погнати, а треба так зробити, щоб ті люди, які прийдуть до влади після Порошенка, щоб вони працювали на суспільство, а не на приватній монополії Ахметова, Фіртоша, Коломойського, Пінчука, Героришуна і всієї ці олігархічної банди. Так, товариство? Так. Тому нам треба говорити про наступне. Ми робимо ці перші кроки, ми робимо фундамент для обрання нормальної влади, а нормальна влада працює на соціальну та національну справедливість, а не просто знову язиком балакаєм про реформи, а нічого не змінюється. І я переконаний, що якщо нас тут буде все більше і більше і більше, якщо кожен з вас повернеться додому і загітує 40-50 сусідів своїх, тоді рано чи пізно ми переможемо. Бо нагадують, товариство, нас 99% нормальних українців, а їх, олігархату та прислужників, один цей паразитарний відсоток. І коли ми з вами об'єднаємось в один міцний кулак і дамо їм по голові, то у нас в країні нарешті буде нормальна держава, і нарешті буде соціальна та національна справедливість, і нарешті українець буде панувати на своїй землі і буде отримати гідну винагороду за свою тяжку працю. Але це все залежить, товариство, від нас з вами. І ми обов'язково, рано чи пізно, переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 І, товариство, нагадую наше гасло. Я думаю, це гасло треба частіше говорити. Хоча там є слово смерть, але я не знаю, як по-іншому підсумувати все це. Смерть олігархату! Смерть олігархату! Смерть олігархату! Смерть олігархату! Дякую вам, товариство, за те, що ви такі чудові. Слава Україні! Слава Україні! Один з лідерів Майдану, Ігор Луценко, друзі. Вітаємо! Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство! Я ніколи не забуду той страшний лютий 2014 року, коли оцію вулицею, оцим хрещатиком, несли звідти трупи розстріляних на Інститутській. А знаєте, чому це все сталося? Тому що так у нас було прописано в Конституції. Тому що там було прописано, що у нас президент, тиран і сам собі Бог. І що немає нікого над ним, ніякої влади. І тому їм можна вбивати, грабувати, породжувати олігархів. Скільки ще потрібно жертв, щоб ця влада, яка прийшла на оцих трупів, які тут везли, вичистила з нашого законодавства, з нашої Конституції всі ці страшні норми, які роблять президента безкарним. Безкарність породжує жах, безкарність породжує корупцію, безкарність породжує тиранію і нашу з вами зубожілість. Тому я страшенно вдячний, що ми з середини жовтня піднялися від древних вимог до основної вимоги сучасності, вимоги зміни нашого законодавства, нашої Конституції, щоб ми стали європейською демократією, а не східною тиранією російського зразка. До тих пір, поки буде прописані в нашому основному законі ті норми, які роблять того, хто сидить на банковий монархом, до тих пір ми будемо прикуті до Росії, до тих пір ми будемо страждати від корупції, від беззаконня, від злочинності, від всього-всього. Тому я кажу, новий закон про імпічмент, нову Конституцію, геть тиранію, геть олігархат, так демократії, так свободі, так вольностям, так Конституції, так імпічменту. Слава Україні! Мої родні! Моі любимі, мої соотечественники, сограждані, мої українці, мої киевляні, спосібо вам! місці України, спосібо вам! спосібо вам ще раз. спосібо вам! они держатся на нашей пассивности на нашей безразличности на наших разногласиях на нашем спокойствие на ваши граждан ваша патриотизме потому что они играют на патриотизме говорят если вы его нас будете спести мы будем трясти страну мы не будем трясти страну страна у нас одна но будку их будем сносить трясти 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 пока casi все и когда больше не будет у нас собачьи будки у власти все маски сорваны все маски сорваны мы поняли, что у нас нет службы безопасности Украины у нас есть служба безопасности барыг это продолжение частных компаний Порошенко они собирают компромат на оппозицию и по отношению ко мне они вместе с ФСБ провели спецоперацию по задержанию у меня достаточно опыта общения с российскими оккупантами я знаю, как узнать их в спецакции это была спецоперация ФСБ Российской Федерации центры Киева против злейшего врага Путина то есть меня руками СБУ Украины ганьба такому СБУ ганьба исполнителям таких операций у нас нет СБУ и у нас есть служба барыг Украины это не означает, что нет порядочных СБУ-шников или судей Лариса Цоколь из всех судей Украины несмотря на огромный тыск приняла правильное решение на этом же самом Крещатике она приняла решение потому что она слышала ваши голоса она слышала вбиение ваших сердец я хочу обратиться и к порядочным сотрудникам правоохранителя Хоркова я много видел их в эти дни не поддавайтесь шантажу вчера на этом месте мне нам пытался установить сцену бывший начальник сельку пьяный начальник милиции Горловки который сдавал Украину который сдавал Тамбас вместе с другими предателями милиционерами сдавал врагу и сейчас он наводит порядки в центре Киева меня задерживал Амброскин который сдавал Крым и это сволочь смеет они смеют говорить что мы агенты человек который сдавал Крым задерживать Михаила Сакашули который первый поднял я знамя борьбы против России первый принял куда России разгромил агентуру России разгромил агентуру Путина и в результате они провели спецоперацию на наших выборах 2012 года и сейчас кто за мной гонится здесь в Украине человек который сдавал Крым и которого назначили только потому что только он согласился выполнять грязные приказы хозяина а все остальные отказались я хотел спросить спикера Порубя вам не стыдно что опять как во время Майдана вместо елки установили тут экраны вместо вместо там другие конструкции старых установили вот эти якобы европейские флаги вам не стыдно что мусора из Донецка оккупировали центр Киева под вашим начальством и больше никто вас задержает вам не стыдно что вас охраняют оброски вам не стыдно что вас охраняют пьяный мент из Донецка который еще оскорбляет людей которые вокруг нас киевлян я за людей из Донбасса я их уважаю но не ментовые предатели которых они привезли потому что не нашли нормальных киевлян которые готовы защищать их интересы все стало на свои места маски сорваны у нас нет национальной гвардии Украины у нас есть группа личных гвардейцев кардинала личная охрана которая в Агрове Салерова готова похищать людей на улице и выполнять любые грязные заказы маски сорваны потому что никогда западная пресса так открыто не писала про коррупцию и про беспредел барыков сейчас маски сорваны это хорошо потому что и запад стал разделять народ Украины от барыг мухи от котлет реально там где стоит народ я не знаю там где стоит народ будет поддержка из запада я в этом совершенно уверен там где стоит там где это спецоперации которые они проводили вся западная пресса 1 рассказала эти басни рассказывайте вашей бабушке Саакашвили агент народ кто-то вас терпит да не покупаем мы все эту брехню я вам гарантирую я добьюсь того что их щита заморозят я добьюсь того что они будут не рукопожатые я добьюсь того что я добьюсь того что и даже если они сбегут в Европу и в Америку ФБР и все европейские полицейские службы будут вылавливать их одним и одному и передавать народу Украины за справедливый суд мы вместе этого добьемся и я обещаю это этой власти они обещали посадить они обещали посадить Януковича и они посадили Саакашвили они обещали бороться и защищать Украину от Путина и они вместе с ними проводят спецоперации в центре Киева они делают вместе деньги на Липецкой фабрике и так далее я хочу ответить тем легковерным людям которые говорят вчера разогнали позавчера Саакашвили договорился с барыгами из Порошенко какие бы фейки вам не подсовывали вот я перед вами живой Михаил Саакашвили я вам говорю мы готовы перед коровом мы готовы переговором и мы готовы договариваться только об одном об отставке от отхода от власти от восстановления права достоинства украинского народа о возвращении награбленного из Украины и о том чтобы оставили они Украину в порядке в покое мы готовы про это с ними договариваться или нет вот об этом мы будем разговаривать никогда никогда пока я жив я не договариваюсь барыгами про какие-то между собой договорники никогда я не договариваюсь не договаривал не договорюсь с ними про деньги никогда я не буду торговать вашими интересами потому что у меня кроме вас никого нет вы меня вытащили из мини-буса вы меня вытащили из изолятора РСБ куда они мы не закрыли и сейчас я буду с ними договариваться когда я на свободе о чем мы говорим о чем мы рассказываем все мои встречи а я предлагаю Порошенко встречу я предлагаю или его представителям будут при камерах присутствует народа и будет только об одном как они возвращают деньги как прикрывают коррупционные схемы как привлекают к ответственности своих кумов посыпать педлобузников и правильно сегодня сказал Олесь Донни педбарыжники и как как они оставляют вас в покое и как они убираются к чертовой матери и об этом мы конечно будем с ними разговаривать украины великое будущее и мы должны все сделать для того чтобы избежать кровопролития избежать ненужной конфронтации эскалации но примирения с барыгами не будет терпимости коррупции не будет терпимости к дальнейшему раскраданию разводки украинцев не будет закулистых договоренностей к которым все привыкли от меня никогда не будет и даже не надеетесь если вы меня даже будете питать пить убивать никогда 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 я не сдамся барыгам никогда 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 я не опущу руки никогда 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 я не предам Украину и каждого из вас украины великое будущее к сожалению последние годы на всем постсоветском пространстве олигархи побеждают они победили даже реформированные мои грузии они победили в молдове они давно уже победили естественно в россии они победили даже сейчас некоторых восточноевропейских странах и везде олигарх что такое олигарх олигарх это человек который всех разводит всех обманывает всеми манипулирует у него есть телеканалы он монополизирует средства масс-медиа он через государственные механизмы через тарифы грабит своих сограждан и на их крови на их последние деньги богатеет и дает стране возможность развиваться я был я себя считал военнопленным олигархом когда я сидел в изоляторе наверху но я считаю что украина плену олигархом и мы должны освобождаться от этого плена средний класс украина образованные умные интересные интеллигентные хорошие люди должны стать вместе и мы уже стоим вместе и чтобы нас не разводили друзья мы должны вместо вместе наконец-то положить конец этой тенденции сколько можно чтобы олигархи нас обыгрывали сколько можно они научились манипулировать выборами они научились манипулировать парламентами они манипулировали начали манипулировать до определенной степени народом но это больше не проходит они манипулировали западным общественным мнением но это больше не проходит их раскусили провал олигархата это есть наше движение каждые предыдущие майданы к сожалению я был их участником надо признать закончился реваншем олигархом я вам хочу говорить наша революция она мирная она спокойная но она анти олигархическая это спокойно народная сила которая говорит что никогда больше олигархи нас не будут разводить никогда больше олигарх не станет президентом украины потому что все люди сказали он и так богато не будут красить того что не свешите мои тапки крал крадет и будет красть пока мы это не прекратим и вокруг него крадут и будут красть пока мы этому не положим конец и поэтому никакие донецкие милиционеры их не защитят никакие амброскины некий семечко глава с.б. украины его фотографии ему есть сюда что вывести на экран есть фотография семечко а давайте сейчас я хочу чтобы посмотрели лица врагов украины покажите семечко есть вот это враг украины запомните его глаза он должен сидеть чтобы не было от такие люди а я хочу чтобы показали амброскина есть амброскин нет и даже его фотографии амброскин враг украины я хочу чтобы заметить чтобы не потому что он меня арестовывал я хочу сказать амброскин враг украины потому что он сдавал севастополь амброскин враг украины потому что он сажает добровольцев амброскин враг украины потому что он выполняет самые грязные заказы. И ребята, кто под Амброскином, готовьте ваши наручники, и мы их очень скоро наденем и на семечко, и на Амброскина, и на других врагов Украины. Враг Украины, враг Украины Ахметов. Он вас грабит, каждого, через тарифы. Я его один раз видел только на трибуне футбольного матча. Я видел его глаза. Это глаза хладнокровного убийцы. Этот человек, который убил много людей в Донецке, на Донбассе, в 90-х, 2000-х, а сейчас он убивает каждого пенсионера Украины. Сейчас он убивает каждого человека в Украине через тарифы, через непомерные поборы, через контроль НКР. Он убивает угольную отрасль Украины, потому что в Западной Украине шахты практически вымирают, потому что Ахметов так решил. Он убивает экологию Украины через экологию, раком, через рак, через другие болезни. Он убивает людей. Я видел его тец лодыжине, как они убивают людей. Я видел его жертвы, глаза его жертв лодыжине. Я видел глаза его жертв бурштинских тец. Я видел то, что он делает в Киеве, в Киеве Нерко. А Ахметов убийца. Убийцу и враг Украины. Мы должны остановить убийцу и врага Украины. И будем его останавливать. Следующий враг Украины. Следующий враг Украины. Это Юра Луценко. Это хуже врага. Это предатель высочайшей категории. Когда Луценко посадил первый раз Кучма, некоторое время мне его стало жалко. Когда посадил Януковича, я это считал большой несправедливостью. Я считал, что он политзаключенный, и он был политзаключен. Но сейчас я говорю ему, Юра, ты предатель, и ты будешь сидеть и тебя посадит народ Украины. И на верхушке всей этой вертикали стоит один человек, которому у меня нет личных претензий. Они все время хотели, чтобы они сказали, это конфликт Саакашили, просто личности. Что-то не поделили. Что я должен был с ним поделить? У меня нет бизнеса. У меня с ними не было общих девушек, когда я учился. У меня не было никаких других пересечений. Что я должен был с ним не поделить? У меня нет к нему личных эмоций и личной злобы, хотя он меня оскорбил. Он меня знал агентом ФСБ. Я могу проглотить ключевую. Я агрессивно к нему не настроен. Как человек, как Михаил Саакашвили, но как представитель народа Украины, я говорю, Петро Порошенко, вы реально, вы реально обманули людей. Вы реально предали наши ожидания. Вы реально вместо того, чтобы помочь людям, стали помогать только своим банкам. Вместо того, чтобы поднять президентский институт к Украине, которые я очень уважаю, опустили его ниже плинтуса, потому что ниже президентства никогда не пало. И поэтому я не призываю вас одуматься. Я призываю вас действительно, просто последнее, что сказать, избежать крови, избежать насилия, избежать дальнейших осложнений. Вы же прекрасно знаете, что вас больше никто никогда не выберет. даже старостой где-то в группе. Не то, что президентом. Вы же это знаете прекрасно. Вы же это знаете, что, что бы ни было, у вас есть максимум, год-полтора, максимум, потому что ни малейшего шанса у вас нет быть зановым. Но у страны нет этих полутора лет. У страны нет этих полутора лет. У страны нет. Украина великая страна, но мы истарикаем кровью. Мы теряем лучшую молодежь. Мы теряем лучших людей Украины. У вас, может быть, есть время. У нас нет времени. Так что... И более того, мы хотим вас спасти от самого себя. Потому что за эти следующие полтора года, не дай бог, если вы останетесь, вы наломаете еще дров, вы убьете еще людей, вы будете совершать еще преступления, вы будете красть, и вы все равно не сможете накраденное сохранить. Поэтому, ради вашего же блага, и ваше благо меня волнует меньше всего, ради того, чтобы исперечь Украину, ради того, чтобы мы не потеряли страну, ради того, что Владимир Путин не говорил, молодец, Порошенко, Саакашвили делает государственные перевороты. Я не допущу. И он прямо говорил, Путин. Порошенко, неужели вы не поймаете, Петр Алексеевич, ваши слова и ваши мысли, в моем случае, один к одному сопались со словами, словами, мыслями Владимира Путина? Вас это не наводит на мысль, что ни вы, ни в той лодке отказались? Вас это не наводит на мысль, что вы... Я уверен, может быть, абсолютно бессознательно. Я не верю, что президент мог пойти на такое открытое сотрудничество. Реально стали инструментом в руках главного врага Украины. Путин выступил и сказал, я не допущу, чтобы Саакашвили бегали по России. Путин... И то же самое говорит Порошенко. Я не допущу, чтобы Саакашвили бегал по Украине. Путин сказал, Саакашвили должен убраться из Украины в Грузию. Это стыдно, что он говорит, что он украинец. Порошенко говорит, этот деятель должен убраться про меня из Украины. Он не украинец. Один к одному. Один к одному. Путин говорит, Саакашвили хотел совершить государственный переворот, а Порошенко ему уторит. Вместе с Луценко. Да, Саакашвили хотел совершить государственный переворот. То есть, мы получили полный унисон, полное слияние. в моем конкретном случае украинской власти и Владимира Путина люди. Что-то я перепутал или что? Путин держится на всем постсоветском пространстве на олигархах. Путин держится на коррупции. Путин дает указания через Медведчука украинской власти. Поэтому наша борьба против олигархата это борьба за освобождение Украины от путинской оккупации. Потому что если олигархат пойдет в Украину у него больше не будет шупальц убивать наших детей. Наша борьба против олигархата Медведчука Ахметова это борьба за прекращение войны. Потому что это война совместная Путина и олигархата. Потому что Путин зарабатывает на крови. Когда он сказал сердце кровью обливается его сердце когда вижу Саакашвили его сердце обливается кровью. Если у него у него сердца нет но он обливается кровью. И это кровь украинских солдат и украинских мирных людей. И в этой крови вместе с ним участвуют Ахметов Медведчук остальные предбарыжники которые ведут торговлю на крови. Поэтому когда мы говорим это наша борьба это они сейчас на нас наступают. Путин на нас наступает на Донбассе его представители на нас наступают в центре вы знаете когда вы меня освобождали из мини-буса это знаете какой кошмар не только для Порошенко у них есть совместные страхи у них есть совместные кошмары. Путин представил что его оппонента а он меня сравнивал со своими оппозиционерами которых он сажает и гнобит тоже выйдут москвичи петербургцы и тоже выпустят из автобуса. Путин представил что тоже будет собираться площадь и какая-то судья вместо того что выполнить его инструкции отпустит оппозиционера. Путин представил что если падет Порошенко то следующий это он потому что русские увидят что если украинцы такие молодцы то они должны тоже последовать за Украиной поэтому наша борьба совместная борьба это борьба против олигархата и против Путина и мы в этой борьбе обязательно 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 победим. В прошлый раз когда мы здесь были меня здесь не было но вы были я так вам благодарен я реально готов каждому руки целовать из вас реально и моя жена выступала с этой сцены и она она очень редко выступает очень редко выступает и она выступала и говорила политика это не бизнес и люди не товар сейчас они нас считают и пусть считают сколько нас тут политика не бизнес и люди не товар и Украина не продается и украинский народ не продается Продаются медведчуки, амброскины, всякие там мусора с горловки, продаются семечко, продаются депутаты многие, продаются партии, в том числе те лидеры, которые готовы были повторять всякую ложь Порошенко про меня, которые готовы были верить всякий фейк про меня. Они продаются, а вы, люди мои, а вы, великий народ Украины, не продаетесь. Вы защитили страну на Донбассе. Если бы вам дали возможность, вы бы отстояли Крым, но у нас еще будет такая возможность. Но мы... Спасибо вам. Украина! Украина! Поэтому мы должны... Все время они на нас наступают. Путин наступает, олигархи наступают, у людей отбирают бизнеса, у людей... То, что меня загнали на крышу и потом демонстративно скручивали руки, это они не скручивали руки. Это они вам показывали, что с каждым будет еще хуже. Если Саакашили, которого сдает весь мир, можно так гонять по крышам, можно выдумывать всякую ложь, то тем более, что будет с простыми людьми. Да и действительно, я поодиночке ничего не стою. Но с вами я чувствую великим богатырем. С вами я чувствую себя... Я обычный человек, но рядом с героями. Я тоже готов быть героем. Я обычный человек, но реально с людьми, которые жертвуют собой. Я первый готов пожертвовать собой. Я обычный человек, я никакой... Не ждите никаких мессии. Мессии больше не будет. Вот, Павел, надоели нам эти мессии. Нам нужна нормальная программа, нормальное экономическое развитие, очень быстрое. Нам нужны пенсии, которые будут 10 раз больше. Нам нужны тарифы, которые... Это без всякого популизма. 2-3 раза меньше. Нам нужно будущее для наших детей. Нам нужны нормальные больницы и нормальная система здравоохранения. И я вместе с вами. Я один ничего не смогу. Я готов взять за это ответственность. Я готов доказать, что все их рассказывают в сказке по тому, что украинцы не сдатны, что они не смогут, что у них нет потенциалной перспективы. Это бред с сивой кобылой. Это их совместная история. Путина, Порошенко, Ахметова, Медведчука, что из Украины все равно ничего не выйдет. Что мы всегда должны бежать на поклон к московскому царю. Не получится. Не получится. Я стал молодым президентом в 2004 году. Меня пригласил Путин. И сказал, давай договариваться. Я сказал, давай договариваться. Он говорит, о чем? Ну, будешь с нами, будешь назначать наших министров. Я сказал, не буду назначать ваших министров. Я могу готов договориться о том, что у нас будут нормальные отношения. Я готов договориться о том, что мы не будем против вас. Я готов договориться о том, что мы не враги. Но ты, я тебе пришлю олигархов, и они там с вами бизнеса делают. Я говорю, мне бизнес не интересует. Может, твои родственники? Нет. У меня нет родственников, которые в бизнесе. Короче, вы говорили 4 часа, и с тех пор мы встретились еще 30 раз ни о чем. Потому что его деньги меня не интересовали, и его я не боялся. Потом он торгся в мою страну. И они позвонили западным послам, сказали, пусть Саакашири летают. Мы не будем побить аэропорт в Велисси. Дорога открыта. Они мне сказали, мы знаем, что у тебя есть счета, дома за границей. Я сказал, ни на кого напали. У меня нет домов за границей, и у меня иностранных счетов. У меня некуда ехать. А что ты будешь делать? Мы сейчас скоро будем побить президентский дворец, и ты погибнешь. Я сказал, я буду стоять в президентском дворце до конца, и я погибну с высоко поднятой головой. И увидите, как умеют умирать президенты, которые любят страну. Когда я приехал в Украину, и когда Одесса была под угрозой пасть под российское иго, и никто не хотел ехать губернатора в Одессу, я предложил Порошенко свои услуги. И он ухватился за это, потому что реально никто не соглашался. Я туда поехал. И знаете, что он мне сказал? Через два месяца, три из три, после моих всех просьб, помоги с реформой, помоги с таможней наладить порядок, помоги в открытый митный простор сделать, помоги снять Труханов и других коррупционеров. Он мне сказал, Михаил, а ты займись фандрейзингом, вызови бизнесмена, поговори с ним, тебе нужны будут деньги для будущих компаний в Грузии. Я сказал, не на того напали. Мне деньги не нужны, я тут для проведения реформ. Потом он и Юра Луценко провели обыски у меня в областной администрации после того, как я отказался брать от них деньги. И они вызвали меня в Киев. И сказали, Михаил, на тебе очень серьезные дела. Мы нашли у тебя все за последние пять-шесть лет. Но мы не придерживаем это дела. Юра Луценко мне говорит. Знаете, мы же понимаем, что это политика, Михаил. Мы понимаем, что это политика. Мы все понимаем. У тебя скоро в Грузии выборы. Мы тебе поможем. Мы тебе дадим деньги. И эти дела забудутся. И знаете, что я сделал? Я на него и на Порошенко кричал в их кабинете. Я сказал, не на того напали. Вы не сможете меня шантажировать, хлопнуть дверью. И никогда больше после этого мы не выделились. Поэтому сейчас, чтобы не затягивать, я готов еще раз с ним встретиться. Я даю ему предложение встретиться при телекамерах, присутствии людей. И говорить о том, как спокойно отодвинуть олигархат от власти. Как провести свободные выборы. Как закончить это мерзопакостное угнетение украинцев. Без крови, без насилия, без эскалации. Но без договорников и без делок со совестью. Мы не будем вступать в договорники. Но мы обязательно победим. Сегодня мы начинаем действовать. Мы делаем символические пикеты у Верховной Рады. Мы заглянем в глаза каждого депутата. Мы будем требовать закон про импичмент. Мы будем требовать закон про антикоррупционный суд. Мы будем требовать проголосовать во втором чтении новый закон о выборах. Потому что, чтобы они не говорили, что нет закона про выборы. Мы сейчас образуем, и про это обаевает Егор Соболев. Штаб действий. Ближайшее место. Сейчас. Где Егор? Мы сейчас отсюда идем. Палац Желтневый. И в Желтневом палаце будет штаб, штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам, по ночам. Вы же видите, что мы ничего не перекрываем. Вы же видите, что мы никому ничего не мешали. Вы видите, что все это очень мирно. Сколько бы они не говорили про перевороты, никаких переворотов мы не делаем. Мы же не идем занимать банковую или Верховную Раду. Мы сейчас пойдем в Желтневый палац. Там будет штаб. После всего этого мы будем ставить символические пикеты у Верховной Рады. И мы будем действовать. Я вас очень прошу, не подавайтесь на разводки. Мы будем действовать, и мы должны быть готовы действовать каждый день. Вы готовы? Да. Вы же готовы мобилизовать других людей. Мы же готовы к наступлению мирному на олигархат. Да. Мы готовы больше не терпеть их унизительные тарифы, разводки. Брехню по телеканалам. Готовы? Да. Мы готовы не только защищать свои позиции, как мы защищали последние два месяца. Мы готовы идти вперед? Да. Тогда я пойду первый, и мы все пойдем вместе. Поэтому я хочу... Игорь уже в Желтневом палате. Мы сейчас... Давайте... Кто-то будет тут продолжить. Гимн где-то. Зараз будет гимн украинских... Украинских повстанцев, украинских националистов, Якея дуже люблю. Тому що вони реально дуже крутые. Где? Где гимн? Дякуемо вам! Слава Україні! Слава Україні! Зараз идемо, и Бог им будет по дороге. Вирухаймось. Дякую. Дякую. Здравствуйте, чех trabajка! У нас миссия горячка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok